Дай почитать. А тут еще и фотографии самого автора в черном строгом платье, для убедительности, думаю, и самого доктора Александра Мясникова, по рекомендациям которого живет добрая половина женского населения. Нашей необъятной Родины. Тревожить за свое смутное и остеоартрозное будущее я с воодушевлением стала читать предисловие доктора Мясникова, дающего бесценный совет. Приобрести книгу и не пожалеть об этом никогда. Потому что книга – это заражает вас уверенностью в своих силах. Будет уже позабытый азарт, заново пробуждает интерес к жизни. Это была цитата. А дальше Ольга Шестова убеждает в том, что после 50 лет наступает самое счастливое время в нашей жизни. Ведь с годами человек становится только счастливее. Правда, здесь более блеклыми буквами добавлено «если делает все правильно». А почему, собственно, мы хотим выглядеть моложе своих лет? Более стройными? Более соблазнительными? Кто и зачем навязал нам образ эталонного человека? И что значит быть старым? И как определить возраст старения? Ни одна черта внешности по отдельности не выдает возраст. Ни седина, ни морщины, ни лишний вес, ни нехватка зубов. Они могут появиться в любом возрасте. И только все вместе, особенно в сочетании с плохим характером, дают картину увядания и запущенности. Особую опасность, настаивает автор, представляет собой избыточное применение антибиотиков и отказ фармацевтических фирм от новых разработок в пользу более доходных лекарств. Штаммы новых болезней появляются быстрее, чем новые антибиотики для борьбы с ними. Книга Ольги Шестовой «Возраст» – чтение познавательное и полезное. «Теперь я делаю жемчужное и золотое упражнение». И знаю, цитирую автора, «Чем человек старее, тем счастливее он себя ощущает». До новых встреч! Дай почитать! Субтитры создавал DimaTorzok